Добрый день! Хотелось бы поздравить вас с наступающим Рошходышем. Сегодня вечером начинается новый месяц Менахем Ав. Утешитель Ав. То есть уже в самом названии заложено то, что мы ждем утешения, которое Всевышний может нам послать. Если будет построен или спустит с неба третий храм. Мы уже писали статью на эту тему, что есть мнение различное, мнение Рамбова, что третий храм будет построен людьми, мнение Раши, что он будет спущен с неба. Может быть, можно сделать мир между двумя этими мнениями, а именно сказать, что будет часть, которая будет построена нами, часть будет спущена с неба. Но в связи с трауром по еще пока несуществующему храму, которому существует только на небесах, а на земле его нет, есть законы всем известные, что нельзя в это время пить вино, есть мясо, и нельзя купаться, мыться и одевать чистую одежду. Я имею в виду, это та специфика, которая именно после нового месяца, после Рошходыша, после начала месяца до 9 авгу. В Лиманасе это получается до 10 авгу обычно, до полудня 10 авгу, но в этом году это будет не так. Сколько пост у нас будет 10 авгу, сколько 9 авгу выпадает на субботу, то поэтому сразу по истечении поста 10 авгу в Йом решен, можно будет уже стирать, купаться и одеваться в чистое. Не так в обычный год, когда 9 авгу выпадает на будний день. Китсор, по поводу не кушать мясо, не пить вино, в принципе, достаточно легко воздержаться от этого, тем более, что в Шаббат можно пить вино, кушать мясо. Не такая проблема. Основной вопрос, который всех очень интересует, и все всегда его задают, это гигиена. Как же так? Неужели действительно нельзя мыться? Как же так? Неужели действительно нельзя купаться? Как же не стирать? Совсем не стирать? Как же совсем не... Значит, во-первых, так, скажем так. Во-первых, детей однозначно можно купать. Дети, которые пачкуются. Для детей до 6 лет можно и стирать тоже. Можно вешать, развешивать одежду, которая видна, что она детская одежда. Теперь, то, что нельзя стирать, это если у человека есть, например, одежда личной гигиены, носки, нижнее белье. Это все тоже можно стирать, если все испачкалось, у человека нет другого чистого. Понятно? Поэтому если вам нужно постирать одежду для детей, или, наоборот, для себя, нижнее белье, это можно сделать. Если у вас закончились, пардон, трусы, майки, носки, можно это постирать. Окей? Извините за прямоту изложения, за прозу, что называется. Теперь так. По поводу того, что нельзя купаться. Несмотря на то, что нельзя купаться, нельзя так же создавать проблему с своим нахождением другим людям рядом с собой. Поэтому если человек, его потоотделение создает неприятный запах, и люди, которые рядом с ним находятся, не могут чувствовать себе какой-то дискомфорт, про это вообще эти аллахот не говорят. Человек этот должен пойти, смыть себе этот пот, если нужно, то с мылом, и об этом никто не говорит. Нельзя делать из себя, так сказать, человека, с которым невозможно общаться. Поэтому если человеку по объективным причинам нужно смыть себя эту грязь, человек, который работает, жарко, человек вспотел, это можно смыть. Нельзя делать только рахица шельта ануг, купаться для удовольствия. Вот передо мной стоит такая дилемма. Если я хожу в бассейн, и это мой спорт постоянный, так там есть такие раввины, которые говорят, если для человека это постоянное занятие, он может ходить в бассейн в 9 дней. Я говорю, как же я могу ходить в 9 дней в бассейн, когда я опускаюсь в воду, я получаю от этого удовольствие, мне становится, я охлаждаюсь, и это в этот момент, даже если потом я выхожу на дистанцию и плыву, все равно, так сказать, поэтому с бассейном такой момент. Тот, кому это нужно для здоровья, то есть у него этот спорт, например, у него боли в спине, если он не плавает, и его физиотерапия заключается в том, что ему нужно плавать. Или, например, он принимает какие-то такие препараты, для успокоения души ему нужно плавать, именно плавать, вот эта вот размеренность движений плавания, она успокаивает его. Такому человеку можно ходить в бассейн однозначно. Окей? Кому, что имеется в виду? Купание для удовольствия. Например, вы стоите под душем с горячей водой, или вы идете в баню, и там вы хорошо пропарились, потом, так сказать, окунулись в холодную микву, потом взяли, так сказать, с друзьями по пиву, с рыбкой, и сидите, получаете наслаждение, получаете наслаждение от такой бани. Вот это вот называется рахидса шальтанок. Или человек может стоять и париться под душем, как бы прям вот ему горячая такая вода, приятно он стоит несколько минут, под струями душа, массажирует себя там как-то. Вот это вот то, что имеется в виду рахидса шальтанок. Гигиена не запрещена. Поэтому то, что все, что нужно для гигиены, например, личная гигиена, однозначно можно. Человеку, у которого, например, от потоотделения начинается, что какие-то раздражения, однозначно ему можно купаться. Теперь как можно купаться? Холодной водой. Что значит холодной водой? Если человек не терпит холодную воду, значит такой пошер. Не горячей водой, от которой приятно, а не ледяная вода, чтобы человеку было нормально, чтобы он себя мог смыть этот пот. Что лучше? Лучше это делать частично. То есть не погружаться и не делать сразу. Сначала рука, потом другая рука, потом нога. То есть не все тело сразу набливается холодной водой и получает удовольствие. И по минимуму. Если нужно для этого взять мыло, если нужно взять мыло, значит нужно взять мыло. Миква, тот, кто постоянно ходит в Микву, имеет право ходить в Микву. Для того, у кого это постоянное обычай, имеет право ходить в Микву, и написано уже в Мишнабруле. Да. Теперь, но основная идея, так сказать, то, что мы должны соблюдать траур по храму, это не значит, что мы должны делать так, что с нами невозможно общаться. Что мы становимся просто отталкивающими людьми, которые... Человек в наше время, мы до такой степени привыкли поддерживать свою нормальную личную гигиену, что более того, человек, который не искупался, он просто будет сходить с ума от того, что, ну как бы в смысле, будет чувствовать себя супер некомфортно, от того, что он такой грязный. И поэтому, если он будет в этом состоянии, не будет ни учиться, ни молиться, вообще себя не чувствовать нормально, то понятно, что он может пойти и помыться, так сказать, как бы прохладной водой, смыть с себя основную грязь, не мыть там три раза голову разными шампунями, которые там массируют кожу и там делают супермягкие волосы. Соответственно, этого не нужно делать. Это можно оставить на после 9 авгу. Но минимальную гигиену нужно поддерживать. Я думаю, что я достаточно четко это сказал. Это в принципе как бы написали раввины, у нас в городе, в Криоцефре, как бы выпустили брошюрку, да, и ее распространили в Ящеве Мир, и все, и в округе. Понятно, что будут те, кто скажут, что нет, нужно устражить. Даже те, кто устражает, никто не сможет стереть то, что написано в Шелхонорахе, что это только купание для удовольствия. Купание для минимальной личной гигиены, об этом речь не идет. Окей? Я надеюсь, что это понятно. Если будут какие-то вопросы, можете написать нам в комментариях, мы постараемся ответить. Большое спасибо.